Всем привет! Очередная распаковка. У нас сегодня две камеры SGA 5000X. Думаю, они вам будут интересны. Ну, вначале нужно распаковать вот эту вот мелочевочку. О, ничего себе! Tools, оно пришло. Я думаю, почему оно не трекается? Это специальная штука на подвес квадрокоптера, которого у меня уже, к сожалению, нет. Но сам подвес у меня остался. Он сгорел. И это запасная деталь к нему. Ну, купил со всеми скидками там еще туда-сюда. Получилось в районе, по-моему, 7 баксов. Вообще стоит такая штука 15 долларов. И поставив новую плату, у меня снова оживет мой подвес старенький. Потому что подвес стоит дорого, а эта штука стоит не так дорого. Проще купить ее, чем покупать новый подвес за 50 баксов. Правда? Так, а ну засовывайся обратно в пакетик. Потом тебя поставлю и проверю. И следующий пакетик. Так, люблю раскрывать пакетики разные. И что, там больше ничего нету. О, это похоже на какие-то лампочки. Люблю я заказывать разные лампочки. Летом заказывал на свой скутер. Сейчас заказываю на свой советский автопром. Поменяю хотя бы часть лампочек на светодиодные. Будет выглядеть поновее, поярче и получше. Вот только не ожидал я, что они такие большие. Там разъемчик у меня поменьше. Ну ничего себе, смотрите, сколько здесь этих диодов. Очень много ярких диодов. Проверять мы ее здесь не будем. Потому что не к чему подключить. Ну светит она нормально. Стоит в районе полтора бакса. Да вообще лампочки в Китае стоят фонты. Светят нормально. И покупать их там очень выгодно. Точно намного выгоднее, чем здесь. Так, пакетик с часами Курены. Такие часы, наверное, вы уже видели. Фирма хорошая. Если думаете выбирать китайские дешевые часы, можете брать Курены, не ошибетесь. Вот такие вот норм. Можете с моими сравнить. Там тоже есть дата, как и на моих. И прикольно даже выглядит. Тут блокиратор, который... Ну, настраивать мы их не будем. Я уверен, что Курен и все работает. Потому что фирма хорошая. Дешевая, хорошая китайская фирма. Можете так просто оценить. Не знаю, хорошо ли вам видно. Часы симпатичные. Покупались на распродаже Алиэкспресс 11.11. Ну, кстати, по поводу распродажи. Может, кто-то тоже там покупал. Вот. Я накупил там на баксов 400-500, по-моему. И оказывается, что часть посылок китайцы просто не отправили. Начинаю сейчас отслеживать, потому что уже месяц прошел. Уже как бы пора получать посылки. А китайцы их просто не отправили. И без проблем возвращают деньги. Потраченное время. Потраченные деньги на обратном курсе. То есть китайцы как бы по хорошей цене вещь продали, а отправить не отправили. Трек-номер у меня был. Все было нормально. Писалось, что отправлено. Не отслеживается. Или отслеживалось, допустим, до момента китайской таможни. А там было возвращено. Скорее всего из-за того, что слишком много посылок было. Так что Алиэкспресс местами радует, местами не очень радует. И так мы сейчас распакуем эти камеры две сразу и рассмотрим их поподробнее. Как всегда, смотрите, исходники с камер. Ссылка у меня в группе. Заходите в группу, ищите там ссылку. Потому что под каждым видео у меня нет времени выставлять всякие разные ссылки на покупку и прочее. Что успеваю, то и делаю. Уж извините. Надо тоже как-то жить, работать. А тут что-то еще. Какой-то монопод. Ну, в общем, две посылки сейчас распакую. А там будет видно. Где-то что-то дополнительно дозаказывал. Где-то что-то, возможно, в подарок положили. И так. Почему-то здесь 2К, здесь нет 2К. Неужели одна 4К пришла? Вполне возможно. SJCAM5000X Elite. Да, вот это 4К, вот это 2К. Что прикольно. Смотрим характеристики. 12 Мп. Там, где слева написано Sony. Справа не написано Sony. Но тоже, скорее всего, стоит Sony. Чип Novatec. NTK96-660. Чуть поновее. Справа чипа никакого нет. Слева. Да, слева 4К. Не знаю, как видно ли вам технические характеристики. Это сразу два варианта. Посмотрите, вот эта, которая 4К снимает 24 кадра в секунду. Да ну ничего себе. Это уже GoPro получается. И 150 баксов всего лишь стоит. И как бы нехилые характеристики. Та, которая 2К, она снимает 2К 30 кадров в секунду. 60 кадров на 1080p. Здесь тоже есть 1080p 60 кадров в секунду. То есть 4К пока больше радует техническими характеристиками. Ну, самое интересное, какое в оконцовке будет качество видео. Правильно? Правильно. Самому интересно, какое будет качество видео. А сравнить мы их сможем. Так, главное не перепутаться. Так, это я какой раздел уже? Так, вот этот раздел. Это будет сюда. Это будет сюда. Можете зайти в исходники и посмотреть. Исходники с этих двух камер, я думаю, я сегодня запишу. Я надеюсь. Смотреть аксессуары нет смысла. Уж извините, что я не смотрю. Это дополнительно ложа. Так что не рассчитывайте, что будет аккумулятор. Я его дозаказывал, потому что камера под заказ. Ее заказали у меня, а я заказал ее на Viofa. Поэтому все, что дополнительно, то у вас такого не будет, если, конечно, китайцы не положат это в подарок. Стандартные аксессуары. То же самое, что у 4000-5000, за исключением каких-то поисков и зарядки от розетки. Нет смысла каждый раз их открывать. Я думаю, что вы можете посмотреть распаковки, допустим, 5000-й, посмотреть какие там аксессуары. Оно все настолько стандартно, что даже не стоит заморачиваться на этом. Давайте посмотрим лучше меню самих камер. Абсолютно одинаковые кейсы, одинаковые камеры. И вообще китайцы меня путают с этими камерами. 2К, 4К. Зачем столько выпускать камер? Ну, скажите, кто знает. Я запутался. Думаю, что 4К здесь реально прикольно, тем, что там 24 кадра в секунду. Включаем. 2 дюйма экран. Тоже нехило так. 5000 х запускается одинаково. Здесь тоже пока все одинаково. Так, посмотрим. Кстати, менюшка 5000-й простой. Не 5000+, а 5000-й. Так, что мы сейчас в настройки перейдем. Посмотрим на Resolution. Да, здесь есть 24 кадра в секунду. Ну, ничего себе. Первый раз держу такую китайскую камеру с такими крутыми-то характеристиками. Да, в общем, чего разгадывать? Менюшку. Да, здесь 2К. Главное, какая камера лучше снимает. Правильно? Сейчас поеду я ка... Свои катакомбы. Посмотрю, что там интересно. Что произошло. Сниму видос на эти камеры. Прошивки отличаются. Здесь сентябрь, здесь ноябрь. Ну, тут не важно. В общем, смотрите качество видео по исходникам. Возможно, я уже в этот же ролик вставлю сравнение этих двух камер. Возможно, но не обязательно. То есть, я еще не знаю, как оно получится. Очень много работы. И вот, в принципе, и все. Как вам новинки 5000x? Можете заходить в группу. Пообсуждаем их. Я скажу вам свое мнение. Немного поюзов эти камеры. Поюзов как-то звучит не очень хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока. 1080p 60 кадров в секунду. Тестируем камеры SJ5000X, 2K и 4K. Сейчас зайдем в старые добрые катакомбы. И уже на экране я вижу небольшую разницу. Одна чуть светлее снимает, одна чуть темнее. Что говорит, скорее всего, о том, что матрицы у этих камер разные. Ну, зашел в катакомбы здесь темно. Темно-темно. Но, наверное, вам виднее, какая камера сейчас лучше видит. Значит, эта камера ночью будет снимать лучше. Матрица более светочувствительна. Какая где камера, я подпишу, естественно, на видео. И качество звука. Можете услышать, я, наверное, сделаю тоже небольшой тест на каждой камере. И качество звука. Можете услышать, я, наверное, сделаю тоже небольшой тест на каждой камере. Вот как-то так. Исходники с этих камер, конечно, можете посмотреть. Ссылка есть в группе. Заходите в группу, смотрите. 2к 30 кадров в секунду 2к ну вот такое большующее разрешение вот столько здесь мусора набросали хохлопитеки и река 24 кадра в секунду представляете себе она даже так умеет думаю круто вот только не все компьютеры потянут такую мощность 4к ну у кого есть повезло